Музыка Почему в таком необычном виде? Вот потому что сейчас сидим на старте длинной гонки классика 300 и классика 50. Это гонка на равномерность движения, когда нужно ехать четко в свое время. Почему вот опять же в таком непривычном виде камера висит, закрепленная на каркасе безопасности, а камера – это объектив сотового телефона, который выполняет еще, между прочим, самую важную роль – роль телеметрии. Ну, а об этом, обо всем можно узнать чуть-чуть попозже в нашей программе. Современный автомобиль в ремонте – не дешевое удовольствие. Элементы подвески, рулевого управления или трансмиссия первыми встречаются с дорожными невзгодами и первыми могут выйти из строя. А зная стоимость запчастей, то ремонт может встать в копеечку для автовладельцев. Не стоит думать, что при нештатной работе рулевого управления нужно менять рулевую рейку целиком. В большинстве случаев ее можно отремонтировать. Для устранения неисправностей в сервисном центре «Гефест» на 50 лет октября дом 15А протачивают вал, изготавливают новые втулки, подбирают сальники. Отзывы клиентов лишь положительные. Подобная ситуация и с карданами на внедорожниках на коммерческой технике. Крестовина кардана находится всегда в агрессивной среде под днищем машины. То вода, то соль зимой и постоянные нагрузки. Не мудрено, что вскоре при трогании или переключении передач появляются удары. Официальные дилеры рекомендуют замену всего узла, всего кардана. Стоимость такой запчасти велика. В этом случае лучше обратиться в сервисный центр «Гефест». Мы специализируемся на ремонте карданов. Имеем оборудование для кернения крестовин и переделки их под стопорные кольца. А также имеем балансировочный станок, который вмещает узлы до 6 метров, то есть для любой коммерческой техники. Рейки и карданы – это специализация сервиса «Гефест». Но также тут есть несколько постов для ремонта и обслуживания автомобилей любых марок. Здесь работают профессионалы-мотористы. Им и капитальный ремонт по плечу. Здесь с удовольствием проведут техобслуживание. А также займутся подвеской и кузовным ремонтом. Приведут ваш автомобиль в порядок после ДТП. В общем, любой ремонт вашего автомобиля здесь. И самое главное напоследок – чистота, порядок в инструментах и запчастях. Это залог профессионального подхода к задачам, а значит – качественное исполнение. Финал сезона подразумевает такую небольшую вишенку на торте. То есть это была, во-первых, гонка на выносливость, когда наши соперники ехали 300 километров по дистанцию, менялись водителями, дозаправлялись. Серьезное соревнование – серьезная дистанция для классических автомобилей. Мы участвовали чуть-чуть в другом соревновании. Это называется классика 50 – гонка на регулярность движения. По-моему, такие форматы проводились в советское время, только они были линейные, не закольцованы на круге. Это было типа ралли, они ехали из одной точки в другую. И им давался норматив времени, которому нужно пройти дистанцию. Здесь же у нас кольцо, и норматив ты сам себе уставляешь время круга. Якорное время так называемое. И к нему стремишься постоянно приблизиться. Чтобы не попасть в просаг на этих соревнованиях, я где-то за неделю достал свои пыльные гантели, чтобы руки не уставали. И достал свой симулятор. У меня есть руль, который к компьютеру подключается. И действительно на симуляторе пытался проехать несколько кругов, чтобы они были точно-точно попадали, понять вообще тактику. То есть у меня нет соперников на трассе, у меня соперник только время. И я пытался бить как можно точнее в свое время. Наверное, вот от этого я попробовал что-то, у меня что-то как-то... Получилась какая-то тактика, я ее придерживался. Я больше бы назвал это не просто гонки, это шахмагонки. Потому что это настолько тактическая была игра-борьба с соперниками. Я больше думал, чем действительно боролся со скоростью, со скоростью своего автомобиля. Там несколько соперников сказали 2.40, 2.41. Я понял, что это, ну, как бы, если мы выйдем себе на старт примерно одновременно, то мы будем мешаться друг к другу. Я попросил времени чуть побыстрее, чтобы от них уезжать, отдаляться от них, чтобы мне никто не мешал. Время такое, больше никто не выбрал, соответственно. Ну, как бы, каждый играл в своей лиге. Никто друг к другу не мешал, слава богу. Так что гонка со временем, она очень зависит от тех проезжающих машин, которые вокруг тебя. Либо сидит кто-то на хвосте, либо ты кого-то гоняешь, кого-то, кто-то тебя обгоняет. Время ухудшается очень сильно. С одной стороны, это, ну, просто, да, кажется, едешь, едешь себе в свое время. Постоянно в каждой точке делаешь одни и те же движения. Но на самом деле нет. Если чуть-чуть меняются у тебя условия в течение круга, соответственно, ты уже либо опоздаешь, либо перегоняешься. Никто автогоночность в мозгу не отключал. Меня обогнали, я хочу тебя догнать. Надо было справляться с собой. Процедура старта подбой курантов. Мы ехали в смешанном классе. То есть у нас в классе была и 21-я «Волга», и «Жигули», и «Москвичи», и вообще все, кто мог вообще выехать на трассу. Соперников было 7 человек. Это, что мне очень приятно. Из Твери приехало 2 машины. 2 машины оказалось на подиуме. К сожалению, Кирилл Буатов сам не поехал, но предоставил свою машину «Москвичу» как арендную машину. И «Москвич» Сергей Коновалов занял второе место. У него получилось немного лучше. Но, с другой стороны, 2 тверские машины на подиуме этого соревнования, мне кажется, это такое достижение для тверского автоспорта. Комаров Андрей. Брос! Второе место. Коновалов Сергей. Победитель гонки на регулярность движения «Россиянин Транько». У нас уже есть календарь на 2020 год, в котором расписаны 3 этапа «Москву классика» и «Гран-при». Один из которых пройдет «Смоленский» гонка в Казани под вопросом. Под вопросом в том числе для нашей команды, потому что это просто далеко. И есть кубок «Дружба», который должен пройти в Риге. Ну и как бы в связи с этим календарем у нас только один вопрос. Есть нужна ли виза в Ригу, а дальше все понятно. Ровно через неделю в программе «Гараж». Смотрите, не пропустите. Пока.